Спасибо большое, Николай, что согласились встретиться, поговорить. Мне приятно, что пригласили. Да, вот очень недавно большое количество просмотров ваша лекция здесь, в российском библейском обществе, набрала. И вы только немножечко приоткрыли ваши знакомства с Александром Менем. Вы не могли бы побольше рассказать, это удивительный человек. И вот вы, как ни странно, сказали, что он на вас тоже произвел такое впечатление, а как бы исторически поменял даже некоторые представления о Библии. Я скажу совершенно чётко, что он изменил мою жизнь. Я не могу сказать, что после не встретившись с ним я поверила. Дело в том, что у меня была очень глубоко верующая тётя Аннабартистка. И благодаря этому я читала Библию с самого раннего детства, как только научилась читать. Потому что, сами понимаете, что раньше Библия это была книга абсолютно не... Ну, такая нераспространенная, недоступная. Недоступная, да. Абсолютно недоступная. А так я читала, а она знала её почти наизусть. И она всегда, приходишь к ней, она поёт псалмы, читает наизусть Исаии. Вот просто так, понимаете. То есть она жила в этом. И поэтому сказать, что я была неверующей, нет. Но, понимаете, как тот самый Августин говорил, «О, Господи, дай мне немножко пожить по собственной воле, а потом я обязательно переду к тебе». Переду к тебе, да? Да, пока я там была, да, юная. В общем, это было где-то там за скобками. Да, я не могла, я верила, но это не было в моей жизни, вот скажем так. А вот, потом я стала ходить в некоторые православные церкви. И, честно говоря, если бы я продолжала ходить, то я бы ушла и ушла бы от Христа тоже. Да вы что? Да. Вот я увидела, что это такое. Как-то странно это услышать. Да нет, ну почему странно? Это странно, это ещё наоборот. Наоборот, я, кажется, попала в неплохой храм. Но это мне ничего не давало, ровным счётом. А потом как-то вот буквально Бог меня случайно привёл в новую деревню. Я ничего не знала. Мне один знакомый сказал, «А давай съездим за городом к одному священнику». Как бы туристическая поездка, почему бы и нет. Какой год это? Это было самое первое число, января 79-го года. Точнее, мы туда приехали 6 января. Пару раз приезжали, но так как это было... Мы приехали, там не было в это время службы, это было днём, храм был закрыт. Я почему-то представляла себе... У меня не было никаких там особых надежд. Ну просто так. Ну съездили. Ради интереса. Да, это же особо интереса нет. Я почему-то представила себе, что это был какой-то старенький, невежественный, малообразованный человек, но очень добрый. Вот очень добрый, это оказалось верно. Всё остальное нет. А вы в то время уже получили образование, закончили? Да, да, да. Я уже работала в языковом издательстве «Русский язык». Мы издавали словари русскоязычные, язычные русские. Ну вот я работала в редакции романских языков, но по большей части с испанским, и с греческим, и с новогреческим. Вот, 12 лет я там проработала, и очень хорошо. И вы готовились встретиться с невежественным, таким-то старичком? Да, 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 я была очень удивлена. Я была очень удивлена. А потом, значит, и первый раз я даже с ним не разговаривала, и видела его мельком абсолютно. А потом вот мой знакомый, который меня привёз, он знал его, он сказал, что отец Александр предлагает нам приехать 18 января того же года. Да, мы приехали. И я была поражена, потому что даже там короткое мгновение, когда я его видела 6-го, хватило, чтобы убедиться, что он очень красив. А тут мы зашли в храм, он там служил в конце панихиду. И, знаете, какой-то такой... Как бы куда-то ушла красота, скажем так. Вот. Такое ощущение, что кожа шуршавая, глаза красные. Он нас позвал, там мы сели на лавочку, посидели на хорах, уже службу в это время. Это внутри храма, да? Внутри, да. Я помню, даже я не помню, о чём он говорил с моим приятелем, но я не вслушивалась. А когда он повернулся ко мне и спросил, кто я, что я, и когда я сказала, что у меня классическое образование, латинское и греческое, он сказал, что это хорошо. Так, знаете, как будто где-то галочку поставил, что это пригодится, вообще вот пригодится. А потом он нас провожал до калитки и вернулся ко мне и сказал, «А я вчера похоронил свою маму. Мы с ней были очень близки духовно. И тут-то я поняла вот эти покрасневшие глаза. И время от времени он носом шмыгал, как будто, знаете, такой небольшой насморк. Да, то есть он, конечно, очень тяжело пережил. Вот только у калитки он сказал, что он, значит, мы были 18-го, а он 17-го похоронил свою маму. И через какое-то время я стала ездить туда. Мы стали как-то всё больше и больше общаться, потом стали вместе работать. Во-первых, он мне очень много дал. А как это из этого общения вдруг перешло в такое сотрудничество? Вообще-то отец Александр был таким человеком, который практически никогда ни о чём не просил. Потому что просить – это как бы что-то заставляет человека. Я вспоминаю, может быть, за все 12 лет, которые я там пробыла, до его кончины, может быть, он пару раз меня просил в какую-то мелочь. А так он всегда ждал, пока человек сам не созреет. Поэтому даже и советы он не любил давать. Знаете, так, прийти, дайте совет. Он говорил всегда, что пока человек не созрел сам до совета, до принятия совета, он не услышит этот совет. Он был вообще очень тонкий психолог. Я вспоминаю, как Владимир Леви, Владимир Львович Леви, он как-то говорил в моём присутствии, да какой я психолог по сравнению с ним. С меня, да. Да. А потом у меня были проблемы с сердцем, то есть они и сейчас, но тогда были как-то особенно сильные. И отец Александр меня отправил к домочнику, к такому выдающемуся врачу. Там он делал экспериментальные операции на сердце и так далее. И надо было видеть, как у него лицо светляло, когда он говорил об отце Александре. И он говорил, знаете, он мне столько о сердце рассказал, я там никогда ничего такого не знал. Можете себе представить. А вот человек очень умный, очень интересный. Вот, к сожалению, уже его нет в этом мире. Так что вот да, как-то, как-то, как-то. С одной стороны, я даже сама. Где мы начали сотрудничать? А, нет, всё-таки это была просьба. У отца Александра была такая библиотечка книг, которые у нас не переводились. Это не политические, это художественная литература, но она как бы религиозная. Там Грэм Грин, Сила и Слава. Ну, вот такого рода, да. И он мне говорит, вы знаете, есть Никас Казанзекис, греческий автор. Вот, у него роман. И у меня есть ребята, которые... Есть книга, переведённая на английский. Есть ребята, которые переведут эту книгу. А вы не могли бы посмотреть, ну, всё-таки это перевод с перевода, так сказать, просмотреть? Ну, я так сижу и говорю, ну, знаете, ну, это как-то в 20 веке, делать перевод с перевода. Ну, это не камерфон. Ну, давайте я переведу. Сказала я, удивляясь себе, потому что я ничего никогда не переводила, понимаете? Вот. Он такой, да. Ну, вот, и мы стали гадать, где на эти оригинал. В конце концов, значит, я там поднапружилась через своих знакомых, в общем, перевезли их, говорится, даже два, две книги. И так как там главный герой, православный священник, сюжет, гражданская война, вот как раз с 1948 года, когда Греция могла стать Советской Республикой, так сказать, чёрные и красные. Красные – это коммунисты, партизаны, а чёрные – это вот как раз король и, естественно, монархисты, и там англичане помогали. Вот. И этот священник, он как бы, он ни за тех, ни за тех, он посередине. Он любит и тех, и тех. Такая трагическая книга, потому что вот один из красных – это его сын, который, в конце концов, его и убивает. И там очень много церковной лексики. В основном я её знала, но всё равно в некоторых случаях сомневалась, поэтому мы сидели с отцом Александровым, это задало вопросы, он мне отвечал, мы даже какие-то слова находили, даже не из религиозной лексики. Вот таким образом первое, что это было. Потом я сама предложила, когда он писал, учебник по Ветхому Завету, «Германевтика Ветхого Завета», я предложила просто редакторскую работу, я же всё-таки работала 12 лет редактором. А потом у нас как-то меня ещё двух человек пригласил к себе домой и сказал, «Ребята, давайте переводить Библию». Ну, понятно, что Ветхий Завет – это огромный объём, у нас были люди с ивритом, но ещё их недостаточно много. Новый Завет он предложил нам троим. А переводов не было тогда? Почему вдруг возникло такое желание? Ну, синодальный он в последний третий XIX века, причём перевод на язык ни Пушкина, ни Лермонта, ни Тургенева, а Тридьяковского. Понимаете? Там же есть такие слова, которых в русском языке уже середины XIX века и XIX века вообще не было. Они боялись. Это же там тоже была страшная вещь. Если бы не митрополит Филарет Минский, московский, простите, который был очень активным сторонником, он обладал большим авторитетом, и он сумел пробить перевод. Боже мой, сколько же писали на него доносы, в епископы, в митрополиты. Есть книга там на революционные переводы Библии на русский язык, и там приводятся какие-то отрывки. И мы просто сидели тут одно время, у нас на всех дверях мы вешали отрывки, потому что ну такой, такой язык! Как же там клеймили! «Всякий, кто пленится красотой русского языка, тот отпадет от православия», ну и так далее и тому подобное. В общем, если, например, какой-нибудь там «же ибо», то это православие, а если там, значит, как-то по-другому, просто по-русски, то это уже всё. Всё, значит, человек на прямой дороге направляется в ад. Нет, это просто чудесное было. Вот, и потом как-то получилось, что из этой группы переводчиков в Новый Совет осталось только я одна, мы не умеем работать группой. Вот. Я вначале расстроилась и решила, что всё, а потом я как-то пришла, помню, к отцу Александру и сказала, я так подумала, а если я попробую сама? Он очень обрадовался. Но он никогда не предлагал мне самой, потому что могу ли я, хочу ли я, если он скажет, а попробуйте переводить, значит, он вроде бы как обяжет меня. Вот. И с тех пор, в общем-то, мы, я просто ездила, в течение нескольких лет я ездила раз в неделю к нему домой на целый день. И мы это всё читали, смотрели. У него были книги по библиистике, но всё равно их было недостаточно. Только те книги, которые кто-нибудь привозил из-за границы, ну, естественно, это были книги, ну, далеко не все, которые нужны были. Вот. То есть запрос был больше объема? Конечно, конечно, конечно. Во много раз больше. Во много раз больше. Вот. И потом, понимаете, он очень много мне дал. Во-первых, он сам человек невероятного ума, невероятной фантастической памяти. А это откуда? Вот просто божий дар? Откуда? Божий дар. Ум – это, конечно, божий дар, но, понимаете, ум, если его не разрабатывать, то ничего не будет. Он к 15 годам прочитал, черт не всю философскую литературу. Ее не было в советских библиотеках, но он общался с людьми там дореволюционными, он умел как-то, знакомился. У них там были старые библиотеки, что-то оставалось. Потом букинистические магазины. Все букинистические магазины – это были его, так сказать, родные места, он знал, где что появлялось. И как-то я помню, мы с ним разговаривали, он говорит, ну да, я вообще-то к 15 годам ответил для себя на все эти вопросы, которые у современных, у многих современных людей возникают впервые к 50 годам, и то не всегда. Потом у него была фантастическая память. Вот такое впечатление, что все, что он когда-либо прочитал, ложилось на веки, и причем сразу выстраивалось в порядке. Да, вот его брат говорил, что у него абсолютно мозг работает, и память по принципу компьютера. поткнете пальцем кнопку, и сразу же... Запрос-ответ. Запрос-ответ полностью, понимаете? И никаких там... А, ну да... Сколько раз я присутствовала, при том, что ему там задавали вопрос, например, об археологии. Он отвечал так, как будто он две недели готовился к этому вопросу, читал, размышлял. Он блестяще знал философию, он блестяще знал литературу, музыку. А вообще, он был, конечно... Он очень любил биологию, он собирался быть биологом. Интересный факт. Да, он собирался быть биологом, поэтому биология, ботаника, вот все это. Он это все знал. Он видел какой-нибудь жучка, и просто над ним, что называется, чуть ли не умилялся. Как кто-то из моих знакомых сказал, чем гажа тварь какая-нибудь ползучая, тем больше ему нравится. Он собирался быть биологом. У него даже были свои идеи какие-то на биологии, если бы он по-настоящему там... Но ему не дали диплом, потому что он открыто проповедовал христианство. И он просто-напросто не дали ему диплом. Хотя, конечно, он... Я понимаю, что он учился блестяще. У него как бы не очень шло... Вот эта физика, химия, вот это не его. Это не его. Не точные науки. Да, вот это просто... Это не то, что ему нравилось. А вот все гуманитарные науки он просто знал блистательно. Совершенно блистательно. Но что, знаете, что... Да, он был очень добр. Но без слащавости. Вот. А всегда как бы с легкой иронией, но которая не обижала. Не обижала? Нет, нет, нет. А вот рядом с ним чувствовалось, что ты глупый человек или нет? Мне задавали такой вопрос знакомый. Я говорила, наоборот, во-первых, была радость, что есть человек, который может, значит, может. А во-вторых, хотелось подрастать. Я помню, как-то мы сидели там, разговаривали, разговаривали, я приехала домой, схватила учебник французского языка и стала читать. Потому что для меня... Да, я не занималась французским никогда. Но тут я села, значит, и через какое-то время стала уже читать на французском. Не говорила никогда, но не собиралась даже специально заниматься французским. Но уже книги на французском уже стала читать. То есть хотелось подрастать. Знаете, хотелось... Была вот огромная радость, и гордость за человека. Что вот... А человек, кажется, может. Вот. Потому что когда вы в окружении людей как бы очень среднего уровня, то вы сами такой же. Или же даже, если вы чувствуете, что вы чуть-чуть выше, может появиться даже вот такая гордость, заносчивость. Да, вот, мол, дурак, а я, мол, нет. А тут никогда не было. Не было вот этого дурака. Вот. А было... Он вообще безумно любил давать знания. Вот. Я, например, страшно рада, что он мне... Лично для меня прочитал пару лекций по Бердяеву. Так даже нельзя было достать нигде. И как-то мы сидели, и он сказал, ну, что вы хотите, чего бы вы хотели? Я говорю, ну, я бы хотела... Там... Вот Соловьева я читала всего до. Он говорит, ну, может быть, Бердяева. Он говорит, о, Бердяева. И он мне тоже стал, просто прочитал лекцию. Показал фотографии Бердяева, показал костяной нож для развязания бумаги, который ему каким-то образом достался. Это был лично принадлежавший Николаю Александровичу. Да, у него всегда всюду висели два портрета, две фотографии. Владимира Соловьева, боже, упаси, не нашла. Вот. Владимира Соловьева и Николая Бердяева. И он всегда восхищался ими. И всегда говорил, что Бердяев великий философ. Его далеко не все считают философом, потому что он пишет просто. Люди привыкли, что философ должен писать так, что ты там ничего не понимаешь. Возьми сломаешь. Язык сломаешь, голову сломаешь. Он говорит, он еще не открыт по-настоящему. Он действительно великий философ. А вот Мене открыт по-настоящему? В каком смысле открыт? Ну, свое время, мне кажется, как-то он опережал. Да. В этом да. Просто я спросила открыт, потому что, знаете, бывают люди, рассказывают ли человек постоянно о себе. Скажем, нет. Рассказывал ли он о своей семье? Нет. Это как бы закрытая тема. Но он был очень открыт к науке. Он был очень открыт к творчеству. Он был убежден, что жизнь, вот новая наша жизнь в царстве, мы не знаем, что это, но он был уверен, что там откроется невероятная способность к творчеству. То, что у нас может быть там как маковое зернышко, оно раскроется. Вот он постоянно любил творчество, науку. Он безумно радовался, когда кто-нибудь из прихожан что-то делал. Перевел книгу, написал что-то. В общем, это для него было просто огромное счастье. Причем он не хвалил, а как-то говорил, да, да. А знаете, получилось. И вот это была высшая похвала. Что еще очень важно, вы знаете, он видел в каждом человеке личность и ценил личность человека. Это очень важно. Каждый человек для него был. Он переживал, что он не может. Количество прихожан все время увеличивалось. Он уже не мог просто физически с каждым поговорить сколько надо, да. Он и так говорил, что все, я уже старею. Раньше я мог 18 часов в день работать, а теперь только 15. Вот. Что он уже усталость такая. Но поэтому он как-то говорил, как было бы хорошо, вот если бы можно было как-нибудь раздвоиться, расстроиться, чтобы для каждого быть вот единственным. И каждый человек единственный для него. И чтобы он был единственным. Чтобы он по-настоящему. Вот это уважение к человеку. Это принятие человека. Это понимание, что человек это каждый человек это неповторимая уникальная личность. Вот если бы сегодня Александр Менин был бы жив, что бы он мог об этом времени сказать? Ой, я не знаю. Я думаю, что ничего хорошего он сказать бы не мог. Помню, вот как раз он же в 90-м году погиб. А перед этим уже начались вот эти заседания Верховного Совета, когда мы там по ночам сидели, слушали все вот, что называется, жили вот этим. И я помню, он сказал в моем присутствии, но я думаю, что он говорил это ни одной мне. Когда я помню, я там с одной прихожанкой, мы у него в кабинете, мы там, значит, бурно обсуждаем, а как там, а вот тот такой-то сказал это, такой-то сказал это, а как это хорошо, а другой-то наоборот нехорошо. А он так слушает, улыбается, говорит, девочки, девочки. Вы так говорите, это вот пока зайчик, пока охотники стреляют друг в друга, зайчик может побегать. Но потом они все равно будут стрелять зайчик. Он был, с одной стороны, невероятно оптимист. Он, например, говорил, что да, он знал лучше, чем кто-либо всю трагическую ситуацию в церкви, причем не только в нашей русской православной и, в общем-то, церкви и западные, далеко не блестящие. Но он говорил, что христианство с точки зрения людей кажется, что оно уже умирает, уже все. Он говорил, христианство в младенчестве находится, оно еще вырастет, оно пока что болеет детскими болезнями. То есть он был в этом отношении оптимист. Он говорил, что все еще будет. Ну, понимаю прекрасно, что там, вероятно, не при нем и при нас, но будет. И, с другой стороны, он был пессимист, он ничего хорошего не видел. Вот, когда мы все ликовали по поводу вот этих выступлений, споров в Верховном Совете, он так только улыбался грустно. Вот, но он каждый раз надеялся, что если что-то вдруг, как бы это просочится, какой-то щель, даже на самом деле, когда он предложил переводить, то у него была такая мысль в это время, в московской духовной, тогда еще Загорская, потом Сергио-Посадская духовная академия, там появился новый ректор, и вроде бы такой вот разумный, открытый, и у него появилась мысль, а вдруг благодаря ему можно как-то пропихнуть новый перевод. Но это не значит, что он наивный такой, но а вдруг, очень быстро оказалось, что нет, он написал для них учебник, я говорю, ну, что там, как вам это, он говорит, они мне пошили рясу, примерил, очень плохо, плохо было шито. Тонкого чувства юмора был человеком. Юмор был потрясающий, потрясающий юмор, да, он очень хотел, чтобы люди понимали, он говорил неоднократно, он знал вот эту нашу особенность человеческую, привыкнуть к некоторым словам, словосочетаниям, и даже если слово переставить, то уже это, знаете, как бы дергает, как стихотворение, если переставить там слова или что-нибудь, смысл тот же, но спотыкаешься, дергается, спотыкаешься. Нет, отец Александр был очень открыт. У него же есть шеститомник, да, где он пишет и об Индии, и о Китае, и, значит, об античности. Он говорил, что пути к Богу самые различные, что это не значит, что, например, если там Индия, там, или буддизм, то это железно закрыто. Но просто христианство это самая прямая и короткая дорога к Богу. А там длинный, извилистый, можно как в лабиринте попасть в какой-нибудь закуток, из которого очень трудно выбраться. Это у него была идея, я думаю, я ее полностью разделяю. А в христианстве только православное? Нет, нет. Он видел, он был православным священником, поэтому, естественно, он был православным. Но сказать, что он очень хорошо относился, он вообще считал, что католицизм отличается от православия только разной культурой. На самом деле, это абсолютно одна и та же конфессия, просто есть различия, которые сложились. в течение, как Запад отличается от Востока. В общем, на самом деле, это действительно очень мало отличается. Протестантизм уже сильнее отличается, но тем не менее, знаете, он сказал такую вещь, которая может кого-то поразить даже. Он как-то в одной статье написал, что в 19 веке Бог послал человечеству дар атеизм. Он скажет, как? Он говорит, но атеисты, это атеисты не те, которые, в общем, на все наплевать, безразличные, ленивые, а те, которые страдают. Они страдают, потому что они не хотят признать качество Бога, вот того Бога, в который так многие верят, Бога злоба, мстительного, который там требует, значит, проверяет вас кишечник, который там требует состояния на коленях в течение 24 часов и так далее, и тому подобное, непрерывные слезы, и злобу по отношению ко всем остальным. Потому что православные, мы православные, мы самые лучшие католики, значит, они там поклонники сатаны, они сатанисты, протестанты, ну, я уж не говорю, какие протестанты, это вообще уже совершенно все страшно. Этого нет, он хорошо относился, он видел недостатки во всех деноминациях, он говорил, нет ни одной идеальной христианской конфессии. Просто когда смотришь со стороны, нам кажется, о, как у них-то хорошо, но если вы оказываетесь внутри, то вы видите там свое. Он был в этом отношении очень открытый человек, конечно, в один прекрасный момент он попросил нас тихонько не ходить на мессу католикам, потому что, во-первых, один только храм Людовика как раз напротив окон Лумянки, и ему за это попадало, что ваши прихожане, там, травм, па-па-па-па-па-па. Ему прямым, ему угрожали прямым текстом, что его посадят. Вот. А ему у него обыски, я не помню, были у него обыски или нет, но во всяком случае, он мне один год, его особенно много таскали. Это, по-моему, был 86-й год, буквально через день. Через день. Я была у него дома, мы должны были работать, он мне говорит, мы, знаете, мы сегодня пораньше, потому что мне надо ехать, ехать в епархию, но, скорее всего, я туда приеду, и мне скажут, куда надо идти. Это хоть, кто его знает, это вдруг нет. В общем, и мы поехали вместе, я спросила разрешение, могу ли я его проводить, потому что, знаете, иногда хорошо, когда человек один, он сосредотачивается, а иногда приятнее, когда кто-то есть рядом, да, и мы пришли как раз в Новодевичий, он всегда подходил к могиле Владимира Соловьёвом, постояли, потрясающий человек работал, он каждую минуту он использовал для работы. Нашли какую-то лавочку, он сказал, мне ещё 15 минут осталось до того, как зайти. Он открыл портфель, достал рукопись, и мы стали работать, редактировать рукопись. Он туда зашёл, очень быстро вернулся, сказал, ну да, конечно, туда. И мы дошли до метро, и там он уже со мной попрощался. А до этого мы ехали, он говорит, я сжёг очень много книг, Соженицына и много других. Я говорю, ну зачем нам раздали бы? Он говорит, ну зачем вас всех подвергать опасности? А во-вторых, понимаете, если всё будет хорошо, то мы эти книги приобретём, а если плохо, то мы узнаем на собственном опыте. А ещё он помнит уже как-то расставил, что он сжёг целую полку книг российских писателей с дарственными надписями, вовсе не антисоветские. Я говорю, почему? Ну, будет опыск, и будет неприятность. Зачем? Он очень переживал за других людей, он не хотел никому доставать неприятности. Я не знаю, как сейчас, но в советские времена практически все митрополеты, епископы и прочее, прочее, были сотрудниками КГБ. Да, у них были даже звания. Знаете, каждый как-то решает. Знаете, у людей есть всегда какие-то такие попытки себя оправдать. Вот человека, например, назначает, это же церковь, не церковь назначает, формально церковь назначает епископом, да, но на самом деле это все решается в отделе ЦК, КПСС. Ну и вот человек думает, ну, если я туда пойду, мне надо будет там, конечно, служить, сообщать что-то и так далее. Но если откажусь, то назначат такого человека, который будет гораздо хуже. Я сделаю меньше зла. Знаете, человек умеет себя находить оправдания какие-то. Ну я же буду, я же, ну я там чуть-чуть там стукну на кого-нибудь. А так, а тот будет служить, что называется, полностью. Нет, у нас может сейчас, наверное, по пальцам пересчитать людей, которые остались среди иерархии, остались настоящими христианами. Александр Мень был таким. Да. Продолжение следует...